Дорогие друзья, добрый день! Рада приветствовать вас в литературной гостиной журнала Симбирск. Сегодня у нас в гостях Анисия Матлина Тарасова, молодой поэт. Анисия в феврале стала лауреатом премии имени Николая Николаевича Благова в молодежной номинации. Мы рады приветствовать нашу гостью и предоставляем ей слово. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анисия Матлина Тарасова у меня, вот две фамилии, так они и прижились. Я молодой поэт, писатель, член Союза писателей России, член Совета молодых литераторов Ульяновской области. И вот с недавнего времени лауреат Межрегиональной поэтической премии имени Николая Николаевича Благова. Ее мне вручили вот буквально на днях за мою новую книгу «Поэзия одного города». Эта книга у меня четвертая по счету, и сначала я немножко расскажу о ней, потом поделюсь своими впечатлениями от премии. Ну и в целом сегодня вот такой будет поэтический у меня монолог. Вообще, если говорить о том, как я стала поэтом, да, такой банальный вопрос, у меня все происходило, как и у многих молодых людей. Писать стихи я начала достаточно рано. Я родилась в литературной семье. Моя мама – известный поэт в нашем городе и за пределами, лауреат многочисленных премий литературных, престижных. Отец у меня – профессор литературы. И, конечно, по генам мне передалась вот эта вот любовь к литературе, к искусству, творчеству. Где-то, наверное, во втором классе я сочинила свое первое стихотворение. Конечно, это было детское стихотворение. Мне очень понравился этот процесс. Это произошло случайно, после одного из уроков. Меня переполняли эмоции, впечатления. Мне захотелось как-то это отразить на бумаге. Потом, когда уже я стала постарше, подростком, конечно, такой возраст, когда тебя переполняют чувства, эмоции, и многие начинают заниматься каким-либо творчеством. Вот и я тоже начала писать стихи. Писала я много. И как-то я не придавала этому огромное значение, такое большое значение. И однажды мама увидела у меня эту тетрадку, и я с ней поделилась. Она у меня очень строгий критик. А несмотря на то, что я ее дочь, наоборот, это как бы еще строже она ко мне относилась. То есть, как она мне однажды сказала, если бы я увидела, что там ничего нету, и у тебя там как бы нету ни таланта, ни каких-то задатков, я бы тебе сказала, попробуй себя в чем-нибудь другом. Потому что я тоже считаю, что это так, а людей без таланта не существует. Просто не каждый себя нашел. В целом, кое-что маме понравилось, и она мне сказала, ну, пробуй дальше, будем смотреть. Писала я периодами, потом уже учеба в университете началась. Меня захлестнула такая юная научная деятельность студенческая. Но я не переставала писать. И когда у меня накопился уже достаточно такой, ну, по тем меркам серьезный багаж, я снова пришла к маме, к главному моему литературному критику. Она посмотрела, и ей, в принципе, в целом многое понравилось. Вот так мне как бы она дала старт заниматься поэзией дальше. Дальше у меня сформировалась первая книга «Ветер в ножны». С ней я, можно сказать, дебютировала, получила молодежную премию «Первая роса». Меня это очень воодушевило. И как бы я себя нашла, свое дело жизни. Дальше у меня была книга «Кода», такая достаточно неформальная, артхаусная вещь. И я попробовала себя в прозе. Это было путешествие на Алтай. Так как я писала свою научную работу по творчеству Василия Макарчича Шукшина, меня это очень захлестнула, эта тема. И я решила, что вот даже неплохо было бы написать книгу, посвященную Шукшину и путешествию на его родину в деревню Сростки, в село Сростки. И вот, в общем, появилась книга «Прозы». Ну, конечно, там был еще алтайский цикл стихов, потому что все-таки я себя считаю в первую очередь поэтом. Ну, такой опыт есть. И вот после как раз вот этой книги меня приняли в Союз. После книги «Чудики не умирают», посвященной Шукшину. Какое-то время, конечно, мне тоже нужен был отдых, потому что когда рождается книга, а книга, она именно рождается, я считаю, потом какое-то время ты ходишь пустой. И тебе надо наполниться для того, чтобы продолжить творить. Так вот было и со мной. И потихоньку-потихоньку я почувствовала, что я стою на каком-то новом этапе, на каком-то рубеже своей жизни. И этот рубеж, он, в принципе, так и называется, я его так и назвала «Прощание с юностью», «Прощание с детством». И я стала потихоньку писать новые стихи. Я не скажу, что вот эта книга «Поэзия одного города», она родилась за каких-то 2-3 года, да? Нет, конечно, в голове у меня крутились строчки. Я писала четверостишие, были задумки. Но вот именно захотела она родиться на свет как раз в это время, на рубеже моего 30-летия. То есть вот как бы так интересно получилось, что определенный действительно этап и возрастной, и жизненный, и творческий. Поэтому вот в этой книге собран весь мой опыт творческий и жизненный за вот этот промежуток времени. Она разделяется на несколько частей, на несколько циклов. Первый цикл – стихотворение о железнодорожном районе, потому что всю жизнь я живу в этом районе, я тут родилась, и это мой любимый район. И я считаю, что такая атмосфера, как у тех, кто родился в железнодорожном районе, ну, это особая атмосфера. Это рельсы бесконечные, это поезда, и это романтика. И поэтому вот здесь стихи, посвященные как раз вот таким родным местам. Второй цикл – «Этот город-поэт», потому что вся моя книга, она пропитана полностью насквозь темой города, моего любимого города. Ульяновск-Сембирск – это моя родина. И где бы я ни находилась, какие бы другие города России, я бы не любила всей душой. Да я, например, обожаю Питер, как и многие тоже. Но всегда меня тянет в родные места, в наш Ульяновск-Сембирск. И я всегда буду петь оду родному, любимому городу. Следующий цикл – это как раз он так и называется – «Прощание с юностью». И здесь в основном стихотворения, посвященные близким людям. Людям, которые тебя окружают с детства. Маме, бабушке, отцу. Следующий цикл – это «Терапия симбирских улиц». Очень интересно получился этот цикл. Я люблю гулять по Ульяновску. И я заметила, что очень много улиц названы в честь кого-то, в честь известных земляков. И вот как раз сейчас немножко я буду пересекаться с последующей темой, о которой я хочу сказать. У нас есть улица нашего поэта-земляка, известнейшего Николая Николаевича Благова. И у меня здесь также есть стихотворение, посвященное как раз Благову и улице. И в силу моей работы, а я уже много лет подряд работаю в 15-й библиотеке имени Николая Николаевича Благова, мы проводили даже экскурсии пешеходные по этой улице. И вот настолько вот это все во мне осталось, и настолько это все меня поразило, что вот получились такие стихотворения в этом цикле. И также я включила сюда алтайский цикл из книги «Чудики не умирают», потому что, в принципе, в целом он здесь не лишний. То есть он не выбивается из общей структуры книги. Вот так вот немножко экскурсию, такую беглую по книге я вам провела. И хочу теперь перейти, конечно же, к очень важной теме, к теме творчества Николая Николаевича Благова и к моим впечатлениям о премии Благова, которую вот я недавно получила. С именем Николая Николаевича Благова меня связывает очень многое. Как я уже говорила, многолетняя работа в библиотеке имени Николая Николаевича Благова, номер 15. Также моя мама была близким другом, коллегой Николая Николаевича Благова. И они обсуждали вопросы литературы, делали литературные дела вместе. И как-то вот это имя в моей жизни, оно действительно очень значимо. Судьбою меня отправили работать в эту библиотеку, потому что она находится рядом с моим домом. И сначала стихи Благова как бы привычно было преподносить только с одной стороны. Что вот он, деревенский поэт, поэт, который воспевает родной край, родную деревню, Андреевку в частности, ну и вообще вот этот деревенский быт, да. А я на протяжении работы нашла в его творчестве совершенно вот такую мою тему. Это тема города. И вот когда я для себя открыла в творчестве Николая Благова тему города, то стихи у меня стали писаться просто с бешеной скоростью. Я давно сама гуляла по этой теме, а вот именно погрузившись в творчество Благова, у меня как спусковой крючок сработал. И поэтому книга получилась полностью в классических благовских традициях. И даже вот здесь вот на первой странице я неспроста поместила строчки из известнейшего стихотворения Николая Благова «Автобус». Весь город спит в гранитной колыбели, губами форточек, хватая холодок. Я очень счастлива, что в этом году возродили премию Николая Благова, потому что, конечно, такое наследие, такого легендарного человека, оно не должно пропадать, оно не должно ни в коем случае предаваться забвению. И я очень благодарна губернатору Ульяновской области Алексею Юрьевичу Русских за возрождение этой премии. И действительно, я хочу сказать, что это самая главная поэтическая премия нашего региона, это наша гордость. Я очень рада, что я стала лауреатом этой премии, потому что действительно мое дело не только рабочее, но как бы еще вот дело по сердцу продвигать имя Николая Николаевича Благова разными способами и в том числе работать в творческих традициях Николая Благова. И, наверное, сейчас я почитаю стихи как раз вот из разных циклов. Первый цикл стихи о железнодорожном районе и первое стихотворение, которое открывает мою книгу, называется «Вагон детства». Сразу небольшая предыстория, связанная с этим стихотворением. Это зарисовка из действительно моих детских лет. У нас рядом с моим домом, где я родилась, было огромное поле, то есть там еще не было застроено. И там стоял каркас старого списанного вагона. И так как это было очень рядом с нашим двором, мы детьми часто туда бегали. И вот в этом вагоне мы делали какие-то укрытия, какие-то шалаши. И пока его не убрали, для нас это было просто самым любимым местом. И вот такие вот детские воспоминания как раз отразились в одноименном стихотворении «Вагон детства». В старом и заброшенном вагоне В поле от двора в пяти шагах Слышался веселый детский гомон. Тени бегали и прятались в углах. Никому не нужные обломки, Ржавый покосившийся каркас, Выбитые окна, Пол в осколках, Как магнит притягивали нас. Как сейчас, я помню, Нам двенадцать, Мы не станем старше Никогда Так и будем солнцу улыбаться Из разбитого вагонного окна. Нам казалось, Вот сейчас поедем На край света, В космос, Хоть куда. Кем-то брошенная возле нас газета Соглашалась заголовком «Да». В том вагоне Было наше детство, Унесли его в металлолом, Но оно осталось Где-то в сердце, В памяти И в городе Моем. И также, продолжая Вот эту тему детства, Следующее стихотворение Называется «Я бегу по полю». Я бегу по полю, То есть пустырю, И во все глаза я На простор смотрю, Разбросались руки, Мне двенадцать лет, От лица струится Юный, добрый свет, И макушки выше Дикая трава, Крыши зданий скрыла Тополей листва. В окраинном квартале С ветром в рукаве Я ловлю созвездия В лунной трын-траве. Детворой мечтали Мы большими быть, Не знали, что не стоит Время торопить. Гляну я в былое С жаждой вечно жить, Силуэт по полю Птицей вновь летит. Как бы мне хотелось Снова так бежать И свое земное Счастье догонять. Действительно, Детство – это Самая беззаботная, Наверное, Самая счастливая пора. Я очень рада, Что вот у меня лично Было такое замечательное, Счастливое, веселое, Полное приключений Хороших детских. Такая вот пора детская была. И вот, соответственно, Родились вот такие стихотворения, Вошли в эту книгу. И следующий цикл стихотворений Уже про наш любимый город. И вот есть у меня В этой книге тоже Одно любимое стихотворение. Оно очень маленькое, Но оно мне очень нравится. И я его очень часто Везде тоже читаю. Называется оно «Станция надежды». Как раз опять Вот этот лейтмотив Станций, дорог, Поездок каких-либо, Движения вперед. Весь город мой пронизан Железными путями. Прибытие, отбытие Я жду вас с новостями. Я жду вас здесь, как прежде, На перекрестке судеб, На станции надежда. Такая вечно будет. Так, сейчас, секундочку. 28. И Также есть Одноименное стихотворение, Которое называется «Как и вся книга. Поэзия одного города». В принципе, это Визитная карточка Моей книги. Эта поэзия Из сердца города Рвется к солнцу С крыш домов, Ветром носится По околицам, Светом режет Серость дворов. Бесконечные, Железные, Вечные, Я срослась с ними, А внутри Вместо вен По рельсам сердечным Разливается кровь, Горит, Мчат колеса твои, Стараются, По ночам И в моей судьбе Город, Сердце пульс Учащается, Если мне Говорят О тебе. На окраинах Моя родина И поэзия Вместе с ней То ли счастье, То ли безнадёгою Я гуляю Средь волжских Огней. Нимфа-Эхо Это город молитв, Это город проклятий, Город встречи, Прощаний И вечных объятий. Я песчинка его В вихренового века, Я в скитаниях ветров Нимфа-Эхо. Этот город-мудрец Сотни истин Втолковывал, Зноем Вьюгою жёг, Мой характер Выковывал. Этот город судьбы Черновик Перелистывал, Ничего не забыл, Соловьями Посвистывал, Да на свой добрый лад Всю её перекраивал, Дал мне веры, Любви, Стер печали Окраины, И сейчас Предо мной В ритме Будин Усердно Он лежит И стучит, Как раскрытое Сердце. Невидимка Невидимкою я, Незнакомкою я, По проспектам брожу, В чьи-то сны захожу, Голубеет река, Ветер шлёт мой привет, Небо в чаше цветка, Этот город поэт, По ступеням седым, Я всё выше за ним, Эти розы цветут, Эти стены поют, Он из радуг надежд, Как младенец во сне, Погружаясь в рассвет, Весь, что звон на заре, И шумят тополя, И смеётся земля, Невидимкою я, Незнакомкою я, Этот город весь я. Вот стихотворение, Как раз, как я говорила, У меня здесь есть стихи, Посвящённые близким людям, Стихотворение моей любимой матери, Называется «Мой ангел», Потому что я действительно считаю Мою мать своим ангелом-хранителем, У меня с ней Замечательные отношения, Огромная любовь, Пусть с горя дрогну, Пусть стужа злая, Мой ангел добрый Летит спасая, Пусть чёрный ветер Как ворон реет, Мой ангел светлый, Он мрак рассеет, Весело крылый, Сойдя с иконы, Он подарил мне Тебя и город, Пусть в тьме рассветный Путь к солнцу долгий, Мой ангел светлый, Мой ангел добрый И также стихотворение памяти Моей бабушки Татьяны Панкратовой. Так интересно получилось, она тоже меня довела до определённого рубежа в моей жизни, и всё детство я провела с ней, даже в какие-то моменты она мне была как вторая мама, И когда мне исполнилось 10 лет, то есть такой вот возраст уже, взросление начался, она покинула этот мир. И вот такое стихотворение в память о ней. «Она ушла, а мир остался, Чтоб жить и мыслить, Ликовать, На травах шёлковых валяться, Себя из праха создавать. Она ушла, И не заполнить В душе то место, Где была. Её мне век любить и помнить, Я на руках у ней росла. А мир не ведает печали, Стирая рамки скорбных дат, И он такой, Как и в начале, И птицы В небесах летят». И, конечно, Главная фигура в моей жизни – Это мой отец. И есть стихотворение тоже ему посвящённое. У нас был период, Когда был у нас свой сад, И вот как раз моя бабушка с отцом Очень любили туда ходить, Заниматься вот этими садовыми делами. Мы-то с мамой как-то пока далеки от этого. Мама так всё-таки не смогла Стать садоводом и не хотела. А вот они очень любили. И, конечно же, брали меня с собой. И вот это вот беззаботное, Прекрасное время И чудесное место Я всегда ждала похода в сад Как на праздник. Потом мы его продали, конечно, И уже сейчас даже Следа не осталось от него, А воспоминания остались. И вот родилось такое стихотворение «Сад на обрыве» Посвящается любимому отцу. Помню, в далёком детстве Отец купил нам сад Тот, кто жил по соседству Продать поскорей был рад Соседа скоро не стало Старик тяжело болел Он жизнь своему саду Так сохранить хотел Отец хоть работал много Но время на сад находил Туда уходил он надолго С землёй возиться любил Он вырастил сладкие груши И много-много цветов Там птиц я любила слушать И гладить бездомных котов А вечером дома любили Мы сказки с отцом сочинять И рано с утра приходили В наш сказочный сад опять Теперь же на месте сада Хоромы растут, как холмы За высокой железной оградой Где когда-то сидели мы Все мои детские годы В седине отцовских волос А сказки вы с небосвода Ветер жизни унёс Отец в том саду прекрасном Так бы с тобой и сидеть Снова придумывать сказки И никогда не стареть И, конечно, в завершении Нашей программы Очень хочется пожелать радости Как раз уже на пороге весна И действительно такое время Обновления природы Обновления жизни И я искренне желаю Всем радости, счастья, любви, красоты И вдохновения Дорогие друзья Мы благодарим Анисию Матлину Тарасову За участие в нашей программе Стихи из книги Поэзия одного города Уже публиковались На страницах журнала Симбирск Дорогие друзья Читайте наш журнал Слушайте нашу программу Всего вам самого доброго До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok